МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эти кадры обошли весь мир. Парламент России в огне. По нему привой наводкой стреляют танки. Пик острейшего политического кризиса. К нему привело столкновение двух центров силы. Верховного Совета во главе с Русланом Хасбулатовым и президента России Бориса Ельцина. Когда в принципиальный спор вмешались автоматы и пушки, пролилась первая кровь. Россия оказалась в одном шаге от гражданской войны. Впрочем, в Белом доме ее уже провозгласили и призвали своих сторонников штурмовать мэрию Останкино и Кремль. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 1 сентября вице-президент Александр Рудской вернулся из поездки по Дальнему Востоку. В тот же день он направился в Кремль. На въезде в Боровицкие ворота Рудскому сообщили, что по распоряжению высшего руководства въезд на территорию Кремля ему запрещен. Кабинеты приемной вице-президента опечатаны. Рудской приказал водителю разворачиваться ехать на Краснопресненскую набережную, в Белый дом. Там по распоряжению Хозбулатова вице-президенту выделили на третьем этаже рабочий кабинет. Через месяц его увезут отсюда в следственный изолятор Лефортова. 1 сентября 1993 года Рудской был отстранен от исполнения обязанностей под предлогом отсутствия поручений и проводимым расследованием. Главная причина отставки была понятна – Рудской превратился в открытого противника политики президента. Вице-президент фактически стал одним из лидеров противников реформ. Я утратил доверие к Рудскому и освободил его от всех поручений, даваемых президентом. Доверие к своему заместителю президент потерял значительно раньше – еще весной 1993 года. Вместе со сводками о растущем недовольстве населения реформами ему на стол шли записки об откровенном саботаже со стороны Советов. Наконец, доброжелатели беспрерывно докладывали о жесткой критике действий президента даже людьми ближнего окружения. Среди главных критиков оказался вице-президент Рудской. Он попросился на сельское хозяйство. Ну и Ельцин с удовольствием ему отдал это. Потом он сам ко мне приходил и говорит, ну и во сельское хозяйство я попросился на коррупцию. Я коррупцией буду заниматься, а то вот Скоков не так занимался. Занялся коррупцией. В скорости появились эти чемоданы. Чемоданы компромата, собранные вице-президентом, в тот сложный период раздражали Ельцина больше всего. Он Рудскому уже не доверял. Он вел себя, ну как, восточный деспот, которого никто не может, никакая конституция, никакой закон так не нужен. Вот я царь. Любил уже, чтобы его царем там называли и так далее. В общем, это было, я вам скажу, это не для моего воспитания. И вот эти сановники, когда вели вокруг него себя как клоуны, это у меня вызывало отвращение. 21 сентября в 19.50 в кабинет Хасбулатова в Белом доме вошел Фельдьегер. Он привез из Кремля опечатанный пакет. В нем было сообщение, что с этого дня деятельность Верховного Совета и съезда народных депутатов прекращена. Через 10 минут последовало разъяснение. По телевидению выступал Борис Ельцин. Он доложил народу, что подписал новый указ под номером 1400. Речь шла о поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации. Один из краеугольных корней конфликта. Конституционная конфигурация не соответствовала реальному положению вещей. Реально страну спасает один орган власти, а всеми полномочиями обладает другой. И это, естественно, входило в противоречие. Ельцин говорил о параличе государственной власти. Назначал взамен съезда народных депутатов и Верховного Совета выборы в новый орган – Федеральное собрание. Бывший верный соратник президента Руслан Хасбулатов был лишен личного доверия Ельцина. Не маловажно сыграло и то, что характер Бориса Николаевича не терпел в раздражении особых. То же самое можно и сказать про Руслан Емрановича. Вот действительно, вот такая напористость двух сторон делешь по некоторым вопросам полномочий. Позже в своей книге «Записки президента» Ельцин покаялся. Он отчетливо понимал, что подписывая указ 1400, первый всенародно избранный президент закон нарушает. В подготовке текста участвовал и я. Меня тогда попросили написать некое заключение и мое мнение о работе Верховного Совета, и я его подготовил, и часть этого текста вошла в преамбулу указа 1400. Пока в Верховном Совете спорили о законности указа, Ельцину поступил личный звонок от президента США Билла Клинтона. В ходе разговора выяснилось, в Америке о предстоящем указе было известно гораздо раньше, чем в Верховном Совете. Текст был передан в Америку через посла США в Москве Томаса Пикеринга. Это бывший кадровый разведчик ЦРУ, который превратил американское посольство в штаб заговорщиков антипарламентов. Никакой это не посол, никакой это не дипломат. Этот мошенник и негодяй. Иначе я и не могу назвать этого человека. Сегодня ночью звонил мне господин Клинтон с поддержкой. Он сказал, что вся семерка будет поддерживать президента в его действии. Российские телезрители с нетерпением ждали реакции Верховного Совета. И она последовала в этот же вечер. По заключению депутатов президент нарушал, и весьма грубо, ряд статей Конституции. Главное, он не имел права распускать избранные органы государственной власти. В противном случае его полномочия прекращаются немедленно. Таким образом, Ельцин приговорил себя сам. Осуществлен государственный переворот в его прямых формах. Сразу после официального голосования наиболее дальновидные деятели президиума дружно сложили себя полномочия. В Верховный Совет срочно покидали руководители комитетов и комиссий. Степашин, Амбарцумов, Починок, Ковалев, Рябов. В начале первого ночи Александр Рудской принимает присягу исполняющего обязанности президента. Указа о назначении Рудского главнокомандующим не было. Из-за этого впоследствии очень осложнились его отношения с армией. Срочно созывается 10-й чрезвычайный съезд народных депутатов. На повестке дня единственный вопрос о политическом положении в стране в связи с совершенным государственным переворотом. В зале царила необычная нервозность. Выступления отличались исключительной эмоциональностью и порой полным отсутствием логики. Выйдешь в коридор, с каждым разговариваешь, но интереснейшее, как говорит Хасбулатов, именно с этой интонацией, вот было все. Как собрались все вместе, вот эта психология толпы наступает. Куда все девается, непонятно. Начинается какое-то это вот жуткое нагнетение, скандалы, рывки к микрофону, ругань и все остальное. Меняются люди на глазах, вот это вот, когда толпа происходит. Съезд подтвердил лишение Ельцина президентских полномочий. Были утверждены новые силовые министры. Владислав Ачалов стал министром обороны. Виктор Баранников министром безопасности. Андрей Дунаев министром внутренних дел. И я не оглядывался, кто сильней, Ельцин или Хасбулатов. Я шел защищать конституцию, по которой должны были мы действовать. Если бы по ней мы жили тогда, никаких жертв не было бы. Реакция на решение ночного съезда последовала из Кремля уже утром. Ельцин лишал Верховный Совет солидного и почти родного имущества. Рублевых и валютных счетов, объектов капитального строительства, отбирал права по управлению предприятиями и жилым фондом. В то же время Ельцин предлагал депутатам, покинувшим съезд, большие социальные гарантии. Пособия в размере годовой зарплаты, сохранение полученной в Москве служебной квартиры. Гарантировалась пенсия на уровне 75% от прежней немалой зарплаты. Всем, кто желал добровольно уйти, предлагалась работа чиновникам в органах. Если не хотела работать, пожалуйста, в новой конституции, которая должна была разработаться и приняться, был новый парламент, мог выбираться там снова. И многие же выбрались. Те, кто вышли из Белого дома, стали вновь через два месяца депутатами. Даже целое заседание, что нас хотят купить. И вот на этих мотивах, как бы, мы, я гордый, честный, неподкупный. Видите, у нас починок. Так, теперь пытаются тут склонить наших депутатов, аппарат, кому, чтобы завали имущество и так далее. Только он один. По телевидению уже выступает. Совести нет. Не нужно, не нужно не спать ночами. Не нужно голодать, холодать и так далее. Что слишком много в России работы. Около ста человек не выдержали искушений и покинули съезд. А для оставшихся начались самые простые, но очень болезненные испытания. В Белом доме были отключены телефоны. Затем очередь дошла до электричества. Я хорошо понимаю, чем это все закончится. Это все закончится вот такой поминальной свечкой по демократии вообще в России. После указов президента, я сказал, по защите бывших депутатов и аппарата, постепенно люди уходят. И мне кажется, там останутся два человека, Хасбулатов и Рудской. Вот что они будут в этом здании вдвоем делать, вот это мне непонятно. Информация из Москвы мгновенно долетела до регионов. К Белому дому стали съезжаться жители городов и Весей. Началась организационная олихорадка. Мне звонили, нужны тебе силы защищать Белый дом или идти на Кремль. Я категорически им отказывал. Я никогда не думал, что мои же кровные друзья будут стрелять в меня. Первый вопрос у прибывающих сторонников Верховного Совета был один. Что будет дальше? Но ответ на него нужно было искать не в Белом доме, а в Кремле. Там уже был разработан детальный план дальнейших действий. Не давать Верховному Совету выйти в телеэфир. Блокировать Белый дом. Нейтрализовать активность регионов. Рудской в это время отдает распоряжение руководителям местных советов не исполнять указ номер 1400. Кроме того, берется за укрепление обороноспособности Верховного Совета. По утверждению многих газет, в здании на Краснопресненской набережной доставляются гранатометы и пулеметы. Промелькнула информация о ракетах «Земля-воздух» «Стингер». По указу Хасбулатова он мог почти с любого склада оружие привезти для охраны Белого Дова, для охраны парламента. Там был достаточно многочисленный милицейский отряд, который фактически не подчинялся министру. Фактически. Но все был численный отряд Верховного Совета. Распространялись слухи об особой хасбулатовской гвардии, состоящей из преданных ему земляков-чеченцев. Чепуха. Ни одного там земляка моего не было, за исключением двух моих двоюродных братьев. Один офицер КГБ, который работал, действующий офицер КГБ, а другой, который вот здесь всю жизнь жил, так и был таким вот, нет, он был предпринимателем, а потом докторантом одного из институтов. Вот два моих двоюродных брата было со мной. Все. Больше никогда, ни до, естественно, ни после, никаких там чеченцев не было, и следа не было. Федеральные и московские власти были просто обязаны реагировать на все происходившее. И они отреагировали. Белый дом был окружен сплошным кольцом из поливальных машин, заграждением из спирали Бруно, запрещенной Женевскими конвенциями, к использованию на гражданских объектах. Контролировали обстановку части внутренних войск и ОМОНа. В бронежилетах и касках. Вооружение, автоматы, дубинки, спецсредства Черемуха. Вокруг Белого дома нескончаемый митинг. Среди участников казаки, чернобыльцы, шахтеры, члены Союза офицеров. Председатель этого союза Станислав Терехов второй день под арестом. Его вместе с группой из восьми человек подозревают в нападении на штаб Объединенного командования вооруженных сил СНГ. Там находится так называемая ядерная кнопка. Овладеть ею значило овладеть страной. Захват здания провалился. Есть двое погибших. И Кремль, и Верховный Совет вешали происшествия друг на друга. И как сговорившись называли провокацией. Депутаты Верховного Совета, я в том числе, ничего не знали о нападении и о действиях вот этой вот группы во главе с Тереховым. Это абсолютно точно. Знавший о подготовке боевой операции по захвату ядерной кнопки Анпилов арестован почему-то не был. Участники событий спорят до сих пор, по чьим же указаниям работали Терехов и Анпилов. Свою версию мягкого отношения к Анпилову позже дал Владимир Шумейко. Он заявил, что Ельцин после этого инцидента одержал политическую победу. Кремль на попытку захвата штаба СНГ отреагировал быстро. Верховный Совет был доставлен ультиматум с требованием выдать виновных, отстранить назначенных силовых министров. Иначе начнется штурм парламента. 26 сентября мы получили команду поднять личный состав по тревоге и выехать к Белому дому. Якобы ожидается там прорыв. Вот мы прибыли туда где-то в 16 часов. Пробовали примерно до 22-30. Никаких команд. Я, например, для себя сделал вывод, что вот эта поездка была как учебная. То есть постепенно приучить нас к тому, что, возможно, нам надо быть у Белого дома и так далее. Хотя мы и сами прекрасно понимали, что это обязательно будет, к этому придет. Основное беспокойство в Белом доме вызывало требование сдать оружие. Было принято решение. Департамент охраны сдаст только сверхштатное оружие. Это 12 автоматов. Остальное вооружение раздавать под документы на ночь в караулы. Днем оно хранилось в опечатанных ящиках. Вскоре между двумя непримиримыми сторонами появилась и третья сила – региональная власть. Московское противостояние им было не нужно. На кону стояла уникальная возможность дележа, находящейся под боком собственности. Для решения своих проблем регионы предложили центру умиротворяющий и внешне очень пристойный нулевой вариант. По нему все решения конфликтующих ветвей власти откатываются на период до издания указа – 1400. Нулевой вариант мог снять остроту конфликта, но не мог решить главного вопроса – вопроса о власти. Конечно, мы в установленной конституции сроки провели бы выборы президентские и парламентские одновременно, как мы решили. И, конечно, президентом страны не был бы Рудской. Я думаю, что президентом страны был бы Зорькин Валерий Дмитриевич. Так что Рудского мы и не планировали. Однако субъекты федерации, как авторы нулевого варианта, были настойчивы. В случае невыполнения своих требований угрожали приостановить перечисление налогов федеральный бюджет, даже блокировать экспортные поставки нефти и газа. Впрочем, в Кремле эти угрозы беспокойства не вызывали. Центр выделяет регионам дотации, и это решающий аргумент. Груды булыжников, колья, арматура. Вот первое оружие пролетариата, собранное на баррикадах 93-го года. У наружного ограждения ополченцы. А вот что касается людей, которые пришли туда, вот, баркашовцы, еще какие-то люди там были, значит, вот, приднестровцы, вот. Вот, я так думаю, что они, видимо, со своим оружием туда пришли. Вот как они туда пришли, кто их туда пропустил, уже, так сказать, после того, как колючей проволокой и охраной, так сказать, обставили здание Верховного Совета, это тоже вопрос интересный. Вопросы переброски оружия в Белый дом обсуждала вся пресса. И кремлевская, и оппозиционная. И оно свозилось, тому были свидетели, Ельцин эту информацию в августе получил, потому что первоначально это накапливалось в парламентском центре. Вот. И это была одна из причин, которая заставила его действовать. Особый интерес вызывало у противников Верховного Совета участие в обороне Белого дома русских националистов, баркашовцев. По какой причине я бы Баркашова, который пришел защищать Конституцию, не пустил бы в Белый дом? По какой причине, скажите мне? Ведь он не пришел националистическими лозунгами, он пришел с лозунгом «Защитим Конституцию». Мне было это достаточно, я был не против. Отряд русского национального единства Баркашова насчитывал около 150 человек. Они выгодно отличались от массы ополченцев не только формой, но и дисциплиной. Нацистские замашки, символика руководство Верховного Совета, кажется, совсем не смущало. В 1998 году Баркашов в интервью главному редактору газеты «Завтра» Проханову заявил, что Рудской пригласил его на роль экзекутора. Если бы, не дай бог, Ельцин проиграл, то первыми жертвами на той стране стали бы Рудской и Хозбулатов, между прочим. И я думаю, что они это понимали. А дальше началась бы драка между генералами и какими-нибудь Баркашовцами. Или что-нибудь в этом духе. Но отнюдь не вывод страны из кризиса. Движение «Демократическая Россия» проводит на Манежной площади митинг в поддержку Ельцина, на котором требует не принимать нулевой вариант. Отменить все последние решения Верховного Совета и постановления Рудского. В ответ депутаты пытаются собрать своих сторонников на общегородской митинг у Белого дома. Но массовой поддержки у москвичей этой инициативы не находят. Становится понятно, что не состоится и всероссийская политическая стачка. Директора заводов в столице и регионах не допускают к воротам парламентарий. Не хотят рисковать своим положением. В поддержку президента Ельцина Мстислав Ростропович устраивает на Красной площади концерт. Мы с ним подружились в период ГКЧП. Он, я помню, мы встретились, он мне сразу говорит, называй меня Слава. Так, мы друзья. В общем, очень были такие теплые отношения. Так, ну, я так думаю, что таким великим людям можно и простить их заблуждение кратковременное. Что поделаешь? Потом, я знаю, он переживал к этому вопросу. В Белом доме ужесточалась охрана. Начались ежедневные обходы всех закоулков здания. Так была задержана группа молодых людей. Они пытались оборудовать для СНН передвижную телевизионную станцию. Хасбулатов решил воспользоваться моментом и передал в эфир свое телеобращение к международному сообществу. Постоянно шла информация, что в доме Советов находится группа спецназа. Ну, ее называли Альфой. Ну, как угодно можно назвать, но спецназа, вот, якобы, Рудского должны убить. Вот. Эту информацию давал Баранник. Разнесся слух, что на разных подмосковных аэродромах кремлевская охрана держит в полной готовности несколько самолетов. На Краснопрестинской набережной делают вывод. Ельцин не уверен в своем положении. И уже начинают торжествовать близкую победу. Около пяти тридцати началась операция по полному блокированию Белого дома. Все подъезды и подходы перекрыли пожарными, поливальными и другими тяжелыми машинами. Три кольца оцепления. Милиция, омоновцы, солдаты дивизии имени Дзержинского. Жители прилегающих кварталов проходят домой по паспортам. Перед защитниками Верховного Совета встал вопрос, как поддерживать связь с внешним миром. Решили использовать подземные коммуникации. Выходов там, проходов из Белого дома, уйти с оружием было очень много. И когда вот это общее совещание было, на нем присутствовала Галушка, тогдашний министр безопасности, Ельцин поручил ему полностью перекрыть эти коммуникации. Чтобы кресло Белого дома, когда будут брать, чтобы брать, никто не ушел через них. Но, к сожалению, коммуникации были не перекрыты, и многие негодяи ушли. Точно и с оружием. Я не находился в Белом доме безвылазно. Я постоянно курсировал между Белым домом и другими районами города Москвы, передвигаясь по канализации. Температура в Белом доме опустилась до плюс 8 градусов. Люди стали простужаться. Они вяло передвигались по зданию. Сказывалось переутомление. Запасы продуктов стали иссякать. Внешнее оцепление не пропускало даже скорую помощь. Ночевали затворники Белого дома, где придется, без постельного белья и подушек. Обслуживающий персонал, не по своей воле оказавшийся в блокаде, начал роптать. Официанткам столовой вовремя не выплатили зарплату, и они решили уйти. Ну, официантки, секретарши там, сценографистки, их за что держали там? Они днями целыми не мылись, ничего там, минеральную воду отдавали только. Попить, 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 зачем их держать? Заложники как-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Руководители Верховного Совета сосредоточились в одном крыле здания. Назвали его с черным юмором блок смертников. Региональные элиты активно обсуждают ситуацию вокруг Белого дома. Их представители собираются в здание Конституционного суда и требуют от Кремля немедленно прекратить блокаду. Руцкой очень рассчитывает на это давление и приказывает своим силовым министрам занять свои рабочие места в федеральных министерствах. Ну, это же абсурд. Значит, там обвинили меня и Баранникова чуть ли не в предательстве, что вы не занимаете министерство, и так далее, и так далее. Ну, это... Я полностью знал обстановку в МВД. Даже речи не могло быть, чтобы туда вот явиться и командовать. В Кремле появляется информация о неких секретных расстрельных списках, составленных в Белом доме. В них кремлевские руководители, члены правительства, активисты противостояния с Верховным Советом. Это же все опубликовано, в Ксимиле опубликовано. Конечно, были. Слышал, но не видел. Слухи ходили. Списков этих я не видел. Кто был в этих списках, не знаю. Я, правда, в этом списке был в последних рядах, почему-то. Как-то, несмотря на то, что я был близок к Ельцину, ко мне уважение было со всех, со стороны и депутатов, и врагов, и друзей, и недругов. Врагов-то не было. Примирить обе стороны конфликта пытается русская православная церковь. Патриарх Алексей II призывает все ветви власти, правоохранительные органы, армию из всех россиян, не допустить кровопролития. И все эти переговоры свято-данилово в монастыре, все это, вы знаете, было фикцией, все это было фальшью, для того, чтобы прикрыть себя якобы потом на всякий случай, что вот они там хотели какие-то переговоры и так далее. Конфликт зашел далеко. Слово патриарха уже никто не слышал. В результате его поразил серьезный сердечный приступ. В Белом доме проходит пресс-конференция президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова. По договоренности противоборствующих сторон через оцепление были пропущены все желающие журналисты. Илюмжинов подтвердил наличие в Белом доме детей. Специально оговорил, что здесь дисциплина и порядок. Никаких наркотиков и алкоголя. На Смоленской площади митингуют около пяти тысяч сторонников Верховного совета. Движение по Садовому кольцу перекрыто плотными рядами ОМОНа в необычного цвета камуфлярной форме. Эти ребята – земляки Ельцина и Свердловска. До этого ни одно уличное сражение в столице не достигало такого ожесточения. Много раненых были погибшие. Мы сейчас откроем подъезды, где вы, может, сможете от холода, так сказать, спрятаться, но уходить от здания нельзя, потому что у президента дефицит времени. Или сегодня они пойдут в наступление, или завтра. И мы должны выстоять и удержаться. А завтра, я думаю, мы вместе с вами возьмем и Останкино. Воскресенье. На втором этаже Белого дома идет богослужение. Участвуют монахи и свято-данилово монастыря. Литургия транслируется на улицу. А на Октябрьской площади собирается так называемая Всенародная вечер. К началу митинга в 14.00 площадь отцеплена милицией. Но люди выходят из метро, быстро заполняют площадь. Первое начали они. Даже здесь и не обсуждаются. Началось вообще все. Накануне была сбойня на Смоленской площади. Им понравилось. Они там фактически победили. Вышли победителями. На следующий день снова собралась эта же банда, только уже усиленная. И у них были не только железные противники, но, может, еще покруче, кто и снимал оружие, оружие. Собравшимся вдруг объявляют, что митинг запрещен московскими властями. Начинается вытеснение с площади демонстрантов, которые ввязываются в драки с милицией. Скорые поднимают и увозят лежащих, даже не проверяя пульса. Слишком много работы. Если говорить о событиях, допустим, 3 октября на Октябрьской площади, на Крымском валу, я просто убежден в том, что это была провокация. Это абсолютно не соответствовало планам организаторов. Прямо противоречило нашим планам. Конечно, были провокаторы. Пусть малоуправляемой и разгоряченной боем колонны Крымский мост, Зубовская и Смоленская площади, гостиница «Мир». Демонстранты прорывают оцепление к Дому Совета. С верхних этажей мэрии начинается обстрел демонстрантов. Рудской в откровенно взвинченном состоянии призывает митингующих взять штурмом высотные здания. Молодежь, боеспособные мужчины, вы здесь в левой части строится формировать отряды, и надо сегодня штурмом взять мэрию и останки. Чиновников выкинуть на *** улицу! Мэрию захватили в течение 15 минут. Гостиницу «Мир» ОМОНовцы и Дзержинцы отдали без боя. Издевались над солдатами, все они перед переработкой. Их поставили, ни оружием, ничего не дали. Сказали, стоили, живой цепью. Их над ними издевались, по полной с кем и били, и плевали в них, и топтали. Это же их дети. Под горячую руку демонстрантов попадают сотрудники и обслуживающий персонал мэрии. Меня, в общем, сквозь строй, что ли, с избиениями, как преступника или хулигана, доставили в Белый дом. Со мной сидело еще четыре человека. И нам было сказано, что нас застрелят, как только начнется шторм. Я, когда подошел к одному из входов в мэрию, я увидел, что агрессивно настроенные демонстранты окружили Александра Брагинского, и, в общем, ему крепко достается. Я это увидел, вмешался в ситуацию, вывел из окружения демонстрантов Брагинского и отвел его в здание Верховного Совета. 3 октября в Белом доме царила эйфория Близкой Победы. Президент еще летел на вертолете в Кремль из своей загородной резиденции, а по коридорам правительственных зданий покатилась паника. В 16 часов Ельцин объявил в Москве чрезвычайное положение. Через час сторонники Белого дома, наброшенных солдатами внутренних войск в грузовиках, двинулись на останки. В машинах было два десятка человек, вооруженных автоматами и один ручной противотанковый гранатомет. Операцию по захвату телецентра возглавил генерал Макашов. Ему была поставлена задача обеспечить выход в открытый эфир руководителем Верховного Совета. Макашов требовал прохода в телецентр, угрожая расстрелять милиционеров, охранявших это здание. Митинг и перебранка с милиционерами продолжались около часа. Этого хватало, чтобы бойцы внутренних войск и спецподразделения «Витязь» успели занять оборону в обоих зданиях телецентра и вокруг Останкинской башни. Макашов перешел к угрозам начать штурм. Обстановка накалилась до предела. Один из грузовиков, не дожидаясь команды, таранит вход. Второй проламывает стеклянную стену. Раздается взрыв. В 19.12 после взрыва спецназ и БТРы открыли шквальный огонь из автоматического оружия по толпе, собравшейся у телецентра, что привело к гибели по меньшей мере 46 человек. Среди убитых немало иностранных журналистов. Телерадиовещание в Останкино было временно прекращено. Заработала резервная студия на Шабловке. После событий в Останкино Кремль принимает решение о штурме Белого дома. Связь с Министерством обороны поддерживает Александр Коржаков. Ему путанно докладывают о сложностях в переброске к столице регулярных частей. Приказ министра обороны Грачева откровенно саботируется. Войска не входят. Министерство спит. Грачев ходит в глифе. Войска по министерству деморализованный. Решили. Я поднял президента. Было около трех часов ночи. В министерстве обороны все окна затемнены. Президента никто не встречает. Может быть армия уже не подчиняется своему главнокомандующему. Однако генерал, узнав о приезде президента, спешно собираются в кабинете министра. Ночное заседание открывает глава правительства Виктор Черномырдин. Значит, он заявил о том, что президентом принято решение о штурме Белого дома утром 4 октября. Руководителем операции назначается министр обороны Павел Сергеевич Грачев. Ему предписывалось к 4 часам утра представить план действий всех задействованных в этом структуру. Грачев попросил письменный приказ. Ельцин обещал. Министр обороны поручает руководство операции своему заместителю, генералу Кондратьеву. Ну, Рукова вообще все были друзья. И Паша Грачев был его друг в свое время. Потом они с ним рассорились. И Кондратьев, заместитель министра обороны, который стрелял вместе с Грачевым, они руководили стрельбой танков по дому советов. Под утро прошла встреча Ельцина со спецподразделением Альфа. В штурме Белого дома Альфе отводилась главная роль. И сказал, что ситуация такова, что в Белом доме засела банда, которая ни на какие компромиссы не идет. Я принял решение путем вооруженных действий решить эту проблему. Вот вам предписано участвовать в этом деле. Но и сделал паузу. Потом он ведь опытный человек, обвел взглядом всех присутствующих, потом обратился с вопросом, вы будете выполнять приказ президента? Тишина. Тогда, говорит, я обращаюсь к вам по-другому. Вы отказываетесь выполнять приказ президента? Опять тишина. Ельцин встал и ушел. Приказ президента должен быть выполнен. Такой была его последняя фраза на этой встрече с бойцами, бравшими дворец Амина в Афганистане. Ответом опять было молчание. Когда стали обсуждать детали разработанного плана, обстрела Белого дома, вдруг возникли невероятные проблемы, абсолютно советские. Оказалось, что танкисты на уборке урожая. Дельцинскому не было предела. Вам 10 минут дается, чтобы найти танкистов. Убежал начальник генштаба. И действительно побегает, все нормально. Танкисты найдены, офицеры будут. Танки будут, как по плану, в 7 часов танки будут напротив Белого дома. Единственное, что было, сменились, что не с двух сторон стали стрелять, чтобы случайно не попасть друг к другу, а с одной стороны, только с моста. В 6.43 к зданию парламента подошли первые БТРы. Десант открыл огонь по зданию и защитникам Белого дома. С 9.00 депутаты в зале Совета национальностей, не обращая внимания на уже начавшийся штурм, всерьез обсуждают общую политическую ситуацию. В 9.45 Рудской принимает решение о переговорах. Передали это через посредника Черномыртин. Тот ответил, только капитуляция. Ровно через 15 минут первый танковый зал. Врачев говорит, ну-ка, непечатное слово, там, звездани по 13-му, значит, пятое окно справа. То есть намеренно били, а первый выстрел, вот если бы попали чуть ниже, то, конечно, снесли бы голову и Рудскому, и Хазбулатову с первого выстрела. Потому что попали четко в окно кабинета Хазбулатова. Американская телекомпания CNN транслировала на весь мир происходящее в центре Москвы. На набережной и прилегающих улицах собрались тысячи зевак, которые с интересом наблюдали это жуткое зрелище. Всего было 12 выстрелов из танковых орудий. Они следовали один за другим с интервью. И было ощущение, что вот-вот начнут сыпаться перекрытия. Стреляли практически болванками. Ведь в Белый дом не разрушили, окна побили. А загорелся, загорелся, пожар был изнутри. Только потому, что там сжигали документы, расстреляли списки. А ведь стреляли по Белому дому-то не болванками, а стреляли кумулятивными зарядами, которые просверлили то, и как здорово, и так далее, все. И стену, и кирпич, и все, что угодно. То есть, в принципе, это было страшно, я подчеркиваю, когда Белый дом стал черным. Это я до сих пор в глазах у меня стою, я вряд ли забуду эту картину, и так далее. В 14.54 у центрального входа в Белый дом останавливаются три бронемашины Альфы. Еще не начав операцию, по дороге Альфа потерял одного из своих бойцов. Ведь до сих пор неизвестно, а что за снайперы убили нашего сотрудника. Вот это непонятно. Но я твердо говорю, когда мы расследовали все эти обстоятельства, что он был убит не из Белого дома, а он был убит снайперским выстрелом извне Белого дома. Вот кто выполнял это грязное дело, я подчеркиваю, вот этого я не знаю. Но я вот говорю, пользуясь камерой, пусть ему на этом белом свете будет очень лихо. Снайперы были, они стреляли. Я их видел. Снайперы были. Но я никогда не слышал ни от одного из руководителей Верховного Совета или представителей оппозиции распоряжения направить туда-то и туда-то снайперов или вести огонь. Есть сведения, что их было около сотни. Известно и то, что в подобных ситуациях снайперы сознательно ведут охоту на людей с обеих сторон конфликта. Провоцируют их на самые решительные действия. В инструкциях спецслужб этот метод по аналогии с коридой называется пикадилья, когда пикадоры маленькими дротиками специально взлят быка. Но какая спецслужба заказала пикадилью в октябре 93-го в Москве до сих пор тайна за семью печатями? Альфа на свой страх и риск начала переговоры с затворниками Белого дома. Парламентеры вышли оттуда с известием о добровольной капитуляции. Хватит, стреляй! И стреляй! Это бесполезно, а? Что непонятно? Сделайте коридор! Сделайте коридор! Попустите раненых! В 16.00 Альфа выстроилась на лестнице в живую цель. За любое нарушение договоренности о мирном выходе осажденных нападающему была обещана пуля. Вышли на первый этаж. Там большое фойе, центральный вход. И столпились. Дальше нас не пропустили на улицу. Нам поступила команда находиться здесь в фойе. Вот мы окружили Руцкого таким кольцом плотным. Ну, много там народу. Где-то уже под сотню, наверное, народу там всего собралось. Вот Руцкое и Хасбулатов в центре. А у меня была задача другая. Об этом мало кто знает, но... У меня рука была в кармане, а в ней был пистолет фактически на... на револьверном взводе. Это когда патрон в патроннике, а предварительный снят. И ты на самом взводе можешь стрелять. Только короб не изведен. Задача была тут же его и кукнуть. И того, и другого. Но это было сделать невозможно, потому что они... Они спрятались в толпе дебудатов. Поэтому я задачу не выполнил. Президента. Который он мне поставил. Абсолютно ничего не знаю. Я боюсь, у этого экземпляра очень буйная фантазия. Очень буйная. К 18 часам арестованы назначенные Верховным Советом силовые министры. Очалов, Баранников, Дунаев. Их отправили в Лефортово. Других защитников Белого дома на стадион Лужники для фильтрации. В первую очередь смотрели на руки. Воды там не было. Белом-то она была выключена. Поэтому ему руки негде было отмыть. Если он с оружием занимался, у него руки были обязательно в копте. Порушейном масле. И так просто тряпочка, и там слюнями. Нет, моешь. Сразу. И когда-то такого доходили в сторону отдельно. Остальные их выпускали. 18.01 из Белого дома выводят Рудского и Хазбулатова. Их путь в Лефортово. 23 февраля 1994 года Госдума по предложению партии ЛДПР приняла решение об амнистии участников октябрьских событий в Москве. Александр Рудской Александр Рудской сразу после выхода из тюрьмы дал интервью обозревателю программы «Время» Александру Тихомирову. В эфире оно впервые. Я могу заверить однозначно и убедить всех, что не намерен создавать опять какие-то катаклизмы или участвовать в каких-то побоищах и прочее, прочее. И то, что сегодня нагнетается средствами массовой информации, вот эта истерия по вопросу начала гражданской войны по поводу того, что нас выпустили, это просто очередной фарс. Я вообще не считаю тот парламент вражеским, потому что это большая трагедия в России. Каждый человек, кто работал в том парламенте, каждый человек, который был по этому сторону баррикад, все хотели добра России. Все. По уточненным официальным данным, которые подтверждает Генеральная прокуратура, число погибших в октябрьских событиях в Москве составило 147 человек. 25 апреля Россия прощалась со своим первым президентом. Вместе с Борисом Ельциным уходила в прошлое целая эпоха, а с ней и жестокое противостояние противников и сторонников его реформ. 14 лет, прошедших после штурма Белого дома, позволили многим участникам тех трагических событий оценивать их иначе, чем в октябре 1993 года. Решительность президента в те дни предотвратила наступление гражданской войны. Александр Рудской пришел отдать дань уважения своему бывшему руководителю и противнику и попросить прощения. И хотя на панихиде он не выступал, все и так было понятно без слов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова